Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачево-Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Не надо волноваться. Все пройдет великолепно. Федеральный инспектор Борис Чернышопа приветствовал выпускников перед итоговым сочинением и осмотрел 19-ю гимназию Черкеска. Пожарным необходимо максимально быстро локализовать, ликвидировать возгорание. На территории Усть-Жигудинского района прошли совместные учения по тушению лесного пожара. Подтвердить уровень своего педагогического мастерства и стать обладателем хрустального пеликана в Черкесске стартовал республиканский этап Всероссийского конкурса «Учитель года». Мы всегда настроены позитивно. Воспитатели дошкольных учреждений Хабецкого района показали свое театральное мастерство с ноткой юмора. Сегодня глава республики Рашид Тимреза принял участие в совместном заседании Президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, которое прошло под председательством президента России. Владимир Путин поставил задачу внимательно изучить и актуализировать все нормативно-правовые акты, систему межведомственного взаимодействия, чтобы работа в социальных учреждениях во всех сферах стала эффективнее, а главное, доступнее для людей. Прозвучали предложения о том, что можно и нужно менять в социальной сфере, чтобы каждый человек почувствовал на себе эти изменения. Эти предложения вносились на основе качественного анализа ситуации в социальной сфере субъектов, а также в том числе на основе обращений в органы власти. Глава государства предложил создать библиотеку лучших региональных практик, чтобы можно было их внедрять на своих территориях с главной целью – улучшить жизнь людей. Все прозвучавшие станут важным этапом подготовки посланий президента России к Федеральному собранию. По словам Владимира Путина, они лягут в основу планов ближайшего развития совместных действий по важнейшему направлению, как социальная политика. Какой на вкус компот из школьной столовой, как проходят уроки, главное, как организована готовность 11 классов к написанию итогового сочинения, как допуска к государственной итоговой аттестации. Все это сегодня проинспектировал заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышев, который сейчас находится в республике с рабочим визитом. Какое мнение сложилось после проверки, расскажет Фатима Даурова. Первым объектом посещения инспектора стала 19-я гимназия Черкеска. Министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко, как принимающая сторона, после приветствия проводила гостя сразу в актовый зал, где вот-вот выпускники этого года должны были начать писать итоговые сочинения, которые станут допуском к государственной итоговой аттестации. По всей республике 1784 11-классников покажут и докажут способность сочинять прозу. Борис Чернышев пожелал экзаменующимся удачи. Не надо волноваться, все пройдет великолепно. От Рособорнадзора, от Министерства просвещения, от всех чиновников мы хотим сказать, что у вас все получится, даже не сомневайтесь. Это как такой мини-предэкзамен, но даже не воспринимайте его как предэкзамен, воспринимайте как смотр сил перед сдачей единого госэкзамена. Затем делегация направилась по предметным классам. И здесь инспектору было интересно пообщаться с самими учениками и включиться хоть и на минуту в образовательный процесс, задавая вопросы, интересующие его. Какое место в России вы хотели бы посетить, как вам кажется? Страстового доски уже. Москву и Санкт-Петербург. А почему? Ну потому что это столица, и там много достопримечательностей, которые я хотела уйти. А может быть, куда-нибудь сюда, на Дальний Восток, Петропавловск, Камчатский, например. Борис Чернышев также прошелся по кабинетам химии, истории, посмотрел организацию урока здоровья в бассейне, где дети с удовольствием учатся плавать под присмотром тренера. Директор 19-й гимназии Людмила Ревенко также с гордостью продемонстрировала гостям умение учеников, занимающихся в танцевальном зале, исполнять бальные танцы. Ну и, конечно, федеральный инспектор не мог не поинтересоваться организацией школьного питания. Он спросил о составе меню, о сочетаемости продуктов, о вкусовых качествах. Ребята, приятного аппетита! Спасибо! Как вкусно, шкорно от вас в школе! Очень вкусно! Молодцы! О жизни школы гостю рассказали и юные корреспонденты, которые занимаются журналистикой в кабинете мультимедийных возможностей. Добрый день! В эфире школьного телевидения «Вести гимназии». По всей школе ребята собирают информацию и уже здесь ее обрабатывают. Можно сказать, что здесь подрастает новое поколение журналистов. Смена наша. По итогам экскурсии по учебному заведению и оценке увиденного, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышов поделился впечатлением. Конечно же, не всякая школа может похвастаться своим бассейном, такими условиями, чуть ли не тренажерный зал. Не каждая школа может похвастаться мультимедийными решениями и возможностями, которые здесь присутствуют. Поэтому школа лидер. Мы должны поддерживать всячески увеличение количества подобных школ по нацпроекту. На этом программа рабочей поездки не заканчивается. Познакомимся, как реализуется национальный проект «Демография и образование», то есть строительство яслей на территории нашей республики, строительство общеобразовательных организаций. Мы ознакомимся с ходом работы всероссийских проверочных работ. Также мы ознакомимся с оценочными процедурами, которые на сегодняшний день проходят на территории нашего региона. Лесные пожары способны за короткое время уничтожить большие площади зеленых насаждений. А если перекинуться в населенные пункты, могут быть и жертвы. Для того, чтобы не допустить этого, сегодня на территорию Уджикудинского района прошли совместные учения по тушению лесного пожара. Альбина Ламкова и ее горячий репортаж. По легенде учения, лесной массив на окраине объят пламенем. Четыре точки возгорания, клубы дыма поднимаются высоко вверх. Тяжело дышать. Пожар, конечно, постановочный. А вот техника, привлеченная на его тушение, что не на есть настоящее. Пожарным необходимо максимально быстро локализовать и ликвидировать возгорание, чтобы оно не перекинулось на населенные пункты. Тут нет лучшей. Каждый должен знать свое дело на 100%. Есть и пострадавшие. Спасатели должны уложиться в определенное время для того, чтобы оказать ему первую помощь и отправить на скорое в медучреждение. Каждый шаг на контроле. Пострадавшего из-под завалов. Передали конец скорой помощи. Как приняли? Принято. Наблюдаю. Руслан Матив не понаслышке знает о пожарах. 2020 год был сложный. Тогда на территории республики зафиксировали 19 лесных возгораний. В каждом опытный огнеборец принимал непосредственное участие. Здесь, конечно, мы можем что-то поправить, где-то подсказать своим товарищам. Там, в реальных условиях, когда мы находимся или в горной местности, или в населенных пунктах подвержены угрозе распространения лесных пожаров, у нас нет права на ошибку. Но счет идет на секунды. Лишь лошади были напуганы в тактико-специальных учениях по тушению природного пожара. И, к их счастью, все относительно быстро закончилось. Приблизительно минут за 30 пожар был потушен полностью. Жители эвакуированы. Докладывают, жертв нет. Было задействовано 4 натурных участка, спасено 5 человек, подано 7 стволов. В итоге главная цель мероприятия достигнута. Между различными структурами и ведомствами взаимодействие налажено. На территории Горача Черкесской республики представлены все риски чрезвычайных ситуаций, кроме цунами. Поэтому мы ежеквартально проводим мероприятия в рамках всероссийских командных штабных учений с 13 по 15 апреля на территории Горача Черкесской республики. Прошли тактико-специальные учения. Общая группировка привлекаемая порядка 1315 человек и 189 единиц техники. Пользу таких учений переоценить невозможно. Спасение жизни других доведены до автоматизма. МЧСники понимают хорошо, что при реальной угрозе каждая секунда дорога. И поэтому некомпетентность одного из членов большой команды может поставить под угрозу всю спасательную операцию. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Дести Карачаева, Черкесия, Усть-Джигутинский район. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 19 874 человека. Из них 19 744 выздоровели, 139 госпитализированы. В Черкесии в кинотеатре Чарли открылась выставка «Медицина. Великое призвание». Она посвящена году медицины. Работы представили детские художественные школы Карачаева-Черкесии. Перед торжественным открытием студенты Республиканского колледжа культуры и искусств исполнили произведения мировых классиков. Затем можно было познакомиться с творчеством юных художников, которые посвятили своей работой медикам. В течение года все они стояли на страже здоровья жителей Карачаева-Черкесии. Врачам, приглашенным на выставку, вручили сувениры, сделанные руками детей. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Во второй половине дня в отдельных районах сильный дождь и град. Ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. При грозе будут порывы до 15-18. Температура ночью 2,7, в горах минус 3, плюс 2, днем 11,16, выше нуля, местами до плюс 21. В Черкесии ночью без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 4, плюс 6, а днем 18-20 градусов тепла. Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком! Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. В Центре образования 11 в Черкесии стартовал республиканский этап всероссийского конкурса «Учитель года». Каждый педагог за 40 минут должен провести настоящий урок. В нем задействованы не только жюри и счет на комиссии, но и сами дети. Затем в течение 10 минут учителя отвечают на вопросы экспертов. Главный критерий оценки – глубина предметного содержания, методическая и психолого-педагогическая грамотность, творческая и коммуникативная культура и результативность. У всех конкурсантов, а их 12 человек, разный стаж и опыт работы, а также своя методика преподавания. Зато единая цель – подтвердить уровень педагогического мастерства. Каждый воспитатель – чуточку актер. В этом убедилась на профессиональном конкурсе воспитателей-юмористов, который прошел в ауле Хабес. В театральном мастерстве соперничали шесть коллективов из разных дошкольных учреждений района. Участники должны были придерживаться одного обязательного условия конкурса – выступать на родном языке. Фатима Даурова оценила юмор воспитателей с черкесским акцентом. Ни для кого не секрет, что профессия воспитателя – одна из самых творческих. И каждый воспитатель в душе – чуточку актер. На утренниках они так мастерски перевоплощаются во всех сказочных героев, что их игре могут аплодировать даже профессиональные актеры. И сегодня, находясь на большой сцене Дома культуры Аула Хабес, они в очередной раз доказали, что справятся с любой заданной ролью. В этот раз воспитатели освоили амплуа комедийных актеров. Мне кажется, они чувствуют себя очень хорошо. И я вам скажу, на мой взгляд, они подходят к своему делу очень серьезно, ответственно. И даже я вам честно могу признаться, что играют они намного лучше некоторых профессиональных актеров. Это лично мое мнение, я думаю, не только мое. И каждый раз, когда они выходят на сцену, это просто атмосфера за кулисами, это надо видеть. Ощущение, как будто они выходят на сцену Большого театра, нервничают, все так обдумывают, все такие серьезные. Ну и выходят на сцену, видите результат. На этом конкурсе в актеры подались все, от воспитателя до прачки. Они погружаются в роль и играют с большим удовольствием. И все действие проходит на черкесском языке. Такой подход – один из эффективных методов популяризации, развития и сохранения родного языка, считают организаторы. Творческие семейные тандем королей. Юмора Артура и Фатимы Кедокоевых и один из самых молодых и талантливых поэтов Республики Артур Кенчишаев в качестве жюри оценивали выступления смешных и задорных воспитателей-юмористов. Я, например, чувствовала мандраж. Ну, волнение, конечно, есть. А так, мы не раз выступали, поэтому нам, главное, нам нравится участие. Мы всегда настроены позитивно. Мы желаем удачи нашим соперникам, а, естественно, нам победы. И они победили. Театральный коллектив из детского сада «Нур» Аула Хабес оказался лучшим в конкурсе и занял первое место. Следом за ними – актеры садика «Анюта» из Инджиджишхо. А юмористы из дошкольного учреждения «Даханао» из Аула Малый Зинчук стали третьими из шести номинантов на победу. Фатима Даурова, Мухаммеда Шибоков, Вести, Карачаева, Черкесия, Хабес.